С приходом весны тает снег, поэтому все накопленное за зиму на земле обнажается, в том числе следы выгула собак. Такие сюрпризы в Иркутске можно увидеть не только на газонах и в парках, но и даже на тротуарах. Ведь не все хозяева готовы убирать за своими питомцами. С чем это связано, как можно решить проблему и реально ли привлечь к ответственности владельцев животных за порчу газонов, выясняла сегодня Анастасия Коростлева. Иркутенка Елена Чашкина уже 7 лет подряд берет на прогулку с собакой пакеты. С их помощью она убирает экскременты за своим питомцем Максом. Но порой девушке приходится убирать и за чужими собаками, ведь далеко не каждый хозяин готов это делать. Кучки от собак это тот же мусор. То есть какая разница, не нужно мусорить там, где ты живешь. Я его взяла, первый день нашей прогулки здесь был в парке, здесь гуляли собачники. И мой Макс сделал кучку, мне достали пакетик, дали и сказали, у нас здесь так принято. Но принято так не везде. Например, в парке в микрорайоне Солнечный можно встретить много таких сюрпризов. При этом на этом газоне летом отдыхают горожане. Но об этом никто не задумывается, так как культура выгула собак в Иркутске плохо развита. Здесь, конечно, и такой некий инфантилизм. Что, ну, есть же дворники, пускай они убирают. Это должна быть культура, культура внутри. То есть это нужно воспитывать. Это нужно воспитывать, начиная с детского сада. Это нужно воспитывать, начиная со школы. В семье прививать эту культуру. Этот процесс не быстрый. Нужно не только начинать с воспитания, но и создавать в городе соответствующую инфраструктуру. Специальные места для выгула собак, площадки для занятий с ними. Всего их в Иркутске, по информации мэрии, 14. Для областного центра это катастрофически мало. Но решить проблему можно и по-другому. А возле подъезда в жилой комплекс в микрорайоне Солнечный есть вот такой вот контейнер с док-пакетами. Ими может воспользоваться любой желающий. И внутри есть даже вот такой вот своеобразный совок, при помощи которого можно убрать за своим питомцем после прогулки. Это мера работы. Такой вывод можно сделать, если прогуляться по двору. Газоны и тротуары чистые. Может, кого-то останавливают и вот такие таблички. Но это бывает редко. Ведь чтобы контролировать, кто, как и где выгуливает собак, нужен ресурс. Административная ответственность за неконтролируемый выгул собак, она предусмотрена. Но, опять же, насколько это рабочие нормы, это большой-большой вопрос. Такие дела, к сожалению, административные, они достаточно скупо доказуемы. Потому что всегда должно быть доказательство какого-либо происшествия. Ведь для этого нужно предоставить доказательства, к примеру, фото или видеоматериалы. Найти свидетелей. Все это сделать непросто. А для решения проблемы нужен комплексный подход развития инфраструктуры и культуры. Анастасия Коростелева, Виктор Черкашин. Новости по будням.